на самом деле существует два способа и я честно говоря больше люблю тот выполнить перестройки каким образом вот с лицевой стороны представьте себе если это например середина переда заход на застежку до слева направо вот тоже самое сзади должно быть то есть не в другую сторону шлица закладывается именно по ходу застежки каким-то образом нужно обработать линию низа что я всегда предлагаю сделать своих изделиях запас шва отогнуть на лицо сколоть сметать начать и вот вы выворачиваете все у вас все обработано все чистенько почему именно по низу выполнять перестрочку от шлица она же у вас будет отгибаться да здесь не должно быть видно никакого шва должен быть виден сгиб а в нижней части очень сильно постараться чтобы увидеть эту строчку но многим нравится другой вариант не вы считают более красивым именно тот вариант который мы с вами выполнен что необходимо сделать если вы помните вы крыку то на выкройке у вас именно про х именно эта линия проходила была выполнена на выкройке значит посмотрите пожалуйста я измеряю расстояние от среза вот там видите по срезу от среза до вертикальных силков так значит что у меня получается 675 675 то же самое делаю по вертикали то есть измерила расстояние от силков по линии низа до среза внизу и столько же отложила вверх и эти две точки соединяем по линейке если вы все правильно делали про что вам и говорю сейчас то вы должны пройти строго через линию середины почему-то здесь не очень получается странно здесь нам запасно что разные да вот здесь получается 7 это на еще дальше уйдет он все правильно все 675 нет увеличен отложил то есть вот как контроль у вас обязательно вы должны пройти через середину вот теперь через середину она не проходит если вдруг через середину не прошла знаете что то не так это та линия по которой вы должны проложить машину строчку каким образом смотрите перпендикулярно проведенной линии вы должны перегнуть ткань на углу вот здесь при этом у вас должны намеченные вами линии совпадать и по этой линии сколот сметать дома сточать вот это никуда не отрезается это все оставляется остается внутри дальше необходимо вывернуть посмотрите запас нашел должен быть проза утюжку никаких наплыва быть не должно вы выворачиваете на лицевую сторону при этом следите за тем чтобы селки по линии низа находились на ребре и селки вот здесь вот ушли посмотрите вот этот кулек внутри видите он разложен там внутри этот кулек остается и в таком виде приутюжить вот что тогда получается с изнанки то есть у вас и здесь сгиб по линии низа и по линии шлица сгиб но возникает вот такая вот строчка вот в этом образце вы выполните такую строчку почему я больше люблю своих изделиях первоначальный вариант тот который я показала дело в том что здесь вообще шлица она выполняется вот вы будете в следующий раз кроить чтобы она не вставала на ребро собственно говоря мы уже говорили с вами о том что что такое шлица это складка односторонняя где во внутреннем сгибе разрез а что мы в складке всегда делаем чтобы она не вставала на ребро линию за утюжку за утюжки если ткань не в клетку полоску и здесь тоже шлица от линии бедер вы будете вводить линию за утюжки и на самом деле получается перекос ведь линии не вертикально и когда вы откладываете вот эти расстояния вы сточали как бы все у вас получилось но она может подтягивать изделие а когда вы просто отогнули на лицевую сторону от разложили все ровно отогнули вы уже безошибочно проложите машинную строчку меньше вероятности что возникнет какой-то перекос в детали поэтому я предпочитаю больше второй вариант но если ткань в клетку линия прямая до тот который я первой показала если ткань в клетку линии прямые то почему бы нет вполне можно выполнить и этот вариант это то что вы должны сейчас наметить эту перестрочку и дальше у вас заготовлена подкладка но мы уже с вами говорили о том что подкладка должна доходить до линии низа вот намечали линию низа отбивали точку а то до которой разрезали обмётывали срезы и вот еще раз так что очень многие сделали ошибки стачали вытачку длиной 3-4 сантиметра то есть это не параллельная линия сгибу не в обратную сторону вытачка а именно вот так как на этом образце вот она вытачка выполнена и что теперь делаем ну раз у нас была такая . а значит мы ее должны она у нас и на подкладке на изделие мы должны совместить что мы и делаем совмещаем сначала с одной стороны всегда старайтесь укладывать так как это будет в готовом изделии что в готовом изделии будет изнанка изделия с изнанкой подкладки вот они совмещаются да но естественно это должно быть обработанным правильно поэтому совмещаем эту точку а на подкладке а иначе говоря это начало стачивания вытачки с точкой а на изделии причем мы с вами срезы не уравниваем у нас есть на изделие силки на расстоянии сантиметра а здесь получается вы задали запас шва глубиной вытачки 0 5 и вот вы притачиваете ну сначала естественно приметываете а затем притачиваете по всей длине не забудьте что вот здесь вот запас нашел должен быть разутюжен прям до конца с одной стороны затем то же самое все вот здесь у нас мы обработали все чистенько затем то же самое выполняем с другой стороны совмещая те же самые точки точно так же от угла только теперь в другую сторону приметываем но там у нас никак пока не обработана линия низа приметали до конца вот когда вы приметываете до конца лучше прям контрольную точку ставить вы должны следить за тем чтобы потом сложенном виде подкладка находилась строго на одном уровне это обязательно нужно намечать потому что перекосить в одну и другую сторону вот именно за этой точке очень легко но у нас никак не обработан не обработана линия низа если вот здесь я сказала скалой сметать источать эту сторону то эту пока что мы только сметаем потому что теперь мы должны запас шва по линии низа отогнуть на лицо и проложить нижней части наметку проложили наметку и вот теперь за один прием все это стачать после чего вы выворачиваете вот такая красивая чистая обработка у вас получается да вот такой фокус-покус значит что вы сейчас делаете сначала работаете вот с этой перестрочкой еще раз по линии не прям именно на срезах измеряете расстояние от среза до силков столько же отложили от среза до силков столько же отложили соединили выполнили эту перестрочку в наметке а потом совмещая точки вот это наметать как минимум хотя бы сколоть булавками это еще не совсем доделанный вариант но еще поговорим о шлицах так работаем